Был давеча в Геленджике, в гостях у своего тестя, Евгения Алексеевича. С супругой с моей мы ездили вместе туда, летали. И вот на юга приезжаешь, когда идешь на рынок, такой думаешь, что бы такое поесть. Я же всегда как повар размышляю, что бы сегодня хотелось и чем бы я мог удивить своих что-нибудь простым, вкусным и самое главное калорийным. А юга это овощи, да, это разные виды томатов, много цукини, кабачков, перцев, лука. Сейчас уже сезон такой, я думаю, а будем готовить овощи. Ну и курочку к ним тоже будем подавать, потому что кто не ест курочку, могут приготовить овощи. А кто кому нужно по калорийнее, те еще и дополнительно курочку. Давайте так, смотрите, сейчас я быстро мариную курочку отправляю запекаться и за это время нужно быстро-быстро-быстро приготовить все остальное. Итак, у меня голени, у меня противень, у меня бумага, духовка нагревается. Голени, самые обычные и приобычные. Что я с ними делаю? Я надрезаю их вот так вот в двух местах, чтобы они раскрылись. Складываю сюда. Все то же самое делаю с оставшимися. Голени больше, чем людей, но в магазине покупаем пачку, поэтому всю пачку нужно оприходовать, не надо хранить ничего. За исключением того, что можно приготовить суп. Все, голени готовы. Сюда самый простейший маринад. Проще не бывает, вкуснее тоже. В одном из роликов я делал настоящую грузинскую аджику, мегрельскую, да? Ссылочка в описании, вы можете поглядеть. Небольшое количество соли и небольшое количество аджики. Ну как небольшое, ну приличное такое. Пару столовых ложек. Главное, чтобы народ потом от остроты не обалдел. Рукой разминаем, везде аджичку просовываем, чтобы внутри тоже просолилось. Конечно, подозреваю, что в духовке сейчас мы офигеем, потому что это блюдо я готовил на костре. Там же тепло всегда, ночью в том числе, вечером приедешь, костерок разжег, уголечки разогрел и на костерке все это вкусно. Хлебушек пожарил, голени там пекутся и пекутся себе. Все это ветром развивает, раздувает. Собака бедная с ума сходит, сидит, слюни пускает. Ну в общем, в геленджике комфортно. Короче, мариновать долго, курицу не надо, потому что мы уже просунули маринад вот в эти разрезы, порезы, да? Можно взять вот так вот и выложить сюда. А остатки аджики, ну поглядите, куда, где там не хватает, вот сюда положите. В общем, не выбрасывайте аджичку. Смотрите, можно сбрызнуть маслом, но вы знаете, курица в нашем случае не нужна влажная и жирная. Она должна быть немножко суховатая, скажем так, для нашего блюда. Потому что овощи достаточно сочные будут. Что с ними не делай? Ну и вообще само блюдо, оно, конечно, подразумевает наличие такого кремового состояния. Голени отправляются в духовку на 20 минут. 20 минут. У меня стоит верх-низ без конвекции. Я максималочку ставлю, но это потому, что моя такая плита. Вы старайтесь там, посмотрите, вы должны быть готовы к своей плите, поэтому, возможно, 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 что 200 градусов, минут 20 хватит. Дальше. Значит, кабачок. Может быть, там у вас есть цукини. Я сделал так. Взял кабачок, разрезал его вдоль на 4 части. Вот такие дольки получились. Потом ножичком срезал серединку. У меня осталась стенка без серединки. В серединке много влаги, поэтому всю эту влагу направляем на пользу обществу. Немножко соль, фольга. Пару приличных кусочков сливочного масла сюда. И, ну вот, самый, так сказать, маленький, никчемный стручок лука-порея. Разрезаем вдоль. Добавляем к маслу и кабачку. Выжимаем сюда немножко лимона. И заворачиваем. Заворачиваем в конвертик вот такой, чтобы у нас там все это, так скажем, в собственном соку и в соке лимона томилось. Курица у нас же все равно будет стоять 20 минут, да? Поэтому куда-нибудь туда на 15 минут ставим овощи. Масло расплавится. Начнет варить кабачок и лук. За 15 минут они размягчатся. Ну, кабачку что размягчатся? Он и так мягкий. А вот лук-порей должен стать помягче. Далее, по плану у нас перец. Перец болгарский. Состоит из трех частей в природе, да? Я ускорил процесс. Вот такой вот он в природе. Отрезаем с двух сторон хвостики. Вынимаем сердцевинку. Потом разрезаем на три части. Получаются плоские вот такие кусочки перца. Толстые. Стенка целиком. Значит, немножко сбрызгиваем их маслом. Вот так. Щепотка соли. Но потом можно все это досолить. Просто так вкуснее будет. Лук-порей. Края отрезаем, заветрившиеся. Можно обычный репчатый использовать. Его ничем не смазываем. Он у нас будет запекаться. Типа на костре. Только на гриле. Долгое время. Сверху подгорит. Потом снимем. Все это порубим, порежем. Значит, вот это. И вот это. Вот это у нас тоже в масле нужно обвалять. На перце масло держится плохо. Поэтому просто перемешайте. Все то же самое я делал на углях, на решетке. В щипцы и вперед. На углях еще дымок идет оттуда. Там капает что-то. Это все загорается. Овощи нужно пожарить вот так. До полуготовности. Ну, короче, чтобы был дымок. Чтобы было вкусно, ароматно, качественно. Значит, зеленуху пока откладываем. Да, лук-порей. Вот смотрите. Я... Те овощи уже почти остыли. А лук-порей до сих пор на остывающей сковородке лежит. Ему надо хорошенечко пропечься. Иначе... Иначе он будет жесткий. Овощи вот эти, которые у нас полусырые, но уже такого грильного состояния, мы должны нарезать кубиком. Если где-то отходит шкурка от перца, убирайте. Ну, цели как бы убрать ее нету. Если так мешает, ну, можно. Значит, все нужно нарубить кубиком. Вы по ресторанам заметили, что есть такой тренд. Немножко менять характер блюда. Ризотто делается из риса. И называется он ризотто от слова ризо. Так же, как и тартар должен делаться из мяса. Но, тем не менее, в наших реалиях мы имеем что? Некую подмену понятий. Почему бы и не сделать ризотто из овощей? Кто-то делает картофельное ризотто. То есть мелко рубит картофель, потом его ополаскивает и добивается вот такой, знаете, кашеобразной мелкой текстуры. То же самое я вот на одном из своих ужинов. Я делал как раз ризотто из печеных овощей. Запекал их на угольном гриле. Получилось настолько бомбически круто, что я решил этот рецепт сделать здесь на канале. Главное, чтобы овощи были все слегка аль денте. Они должны хрустеть. Не потому, что рис в ризотто аль денте. Рис в ризотто не должен быть аль денте. Он должен доходить, пока его выкладывают в тарелку и пока он идет вместе с официантом к столу. Аль денте, его повар отдает, понимая, что рис сейчас в кремовой вот этой вот своем, в кремовом соусе начнет доходить. И если его сделать полностью готовым, он немножко начнет подраскисать. Пока еще человек будет там 5-7 минут его есть. Это все же процесс. Короче, делайте овощи слегка аль денте, потому что мы же их чуть-чуть будем там еще припускать. Лук-порей должен быть максимально мягкий. Вот эту вот шкуру верхнюю, которая черная у нас, просто берем ее, снимаем, потому что она сожженная. Лук-порей чем удобен? Его можно прям жарить до черноты. Верхнюю шкуру снял, и все. Но горячий, зараза. Это надо учитывать. Мелко резать не буду, буду вот такими лохмотьями. Когда овощи все нарезаны, я их отправляю в холодную, пока что в холодную сковородку. Теперь переходим к зелени. Смотрите, что у нас. Стебли петрушки есть? Есть. Нам нужны в блендер листочки, но стебелечки выкидывать нельзя. Стебелечки мелко рубим. Листья петрушки. Петрушка нейтральная, травянистое растение, с травяным вкусом, с ярким. Я всегда говорю, что у нее нет вкуса. Ну да, потому что у кинзы, он ярко выраженный, у базилика ярко выраженный, у зеленого и у красного. То по сравнению с этими травами, конечно, у петрушки нет никакого вкуса. Я от этих слов не отказываюсь. Короче, все в блендер фигачим. Зеленый базилик. Почему режу? Надо помогать блендеру. У блендера нож внизу. Блендер-стакан, кстати, он называется. Почему-то, когда даже у многих людей, вот спрашиваешь, кто не повара, есть блендер-стакан. Они приносят пластиковый стакан от погружного блендера. Погружного блендера нету, стакан приносят, говорят, вот стакан. Я говорю, это же не блендер. Они говорят, ну ты же сказал, блендер-стакан. Вот стакан. Это стеклянный стакан и блендер называется блендер-стакан. Чеснок. Один небольшой зубчик. Как попало, и сюда. Смотрите, курица-то там уже на сносях. Уже почти готова. Ну, а то, что у нас было в пакетике, 100% готово. Чуть не обжегся. Вот смотрите, масло, порей и серединка цукини, все у нас уходит вот сюда, в блендер. Быстро ставим крышечку, дырочку закрываем. Маленький блендер Starwind. Кстати, тема очень крутая. Когда объем небольшой, нужно сделать что-нибудь вот такое. Знаете, это не суп-пюре здесь перемалывать. Пахнет шикарно. Сюда еще немножко сливок. Ну, там, небольшое количество. И дальше добиваем. Ссылка на моих спонсоров внизу в описании. Зайдите, посмотрите, какая еще бытовая техника. Но я в рамках своих роликов не всю использую. Я надеюсь, что до конца года, конечно, вы всю линейку увидите, но может быть, там есть что-то, что вы уже захотите приобрести. Все. Мне нужна вот такая вот... Ой, как пахнет шикарно. Мне нужна вот такая пюреха. Зелененькая, красивая. Здесь и масло, и сливки, и все. Теперь делаем вот так. Я разогреваю сковородку. Добавляю сюда, вот тут, знаете, везде в мисочках остается сок от овощей, еще что-то. Ничего не выкидывайте. Если вы готовите на компанию, в которой есть вегетарианцы и люди, которые едят мясо, то значит, вы овощное ризотто должны приготовить без добавления мясного бульона. но если вы готовите это как полноценное блюдо, то бишь, вот это гарнир, а там основная часть ингредиентов, то у курицы выделяется большое количество бульона, да, то воды, которая есть в курице, сок и там, и так далее, соль, это все заставляет оттуда выгнать. Поэтому это можно тоже использовать сюда. Как только овощи зашкварчали, сюда выливаю пюре. Нужно все аккуратно перемешать. Ни в коем случае не надо это все готовить еще, да? Здесь главная цель соединить все вкусы и сделать ризотто в том виде, в котором оно есть, ну, по своей природе, в кремовом. Это должен быть крем овощной. Овощи, если вы делаете на мангале, это будет такая бомба. Поверьте мне. Значит, для никакой ризотто не может быть без сыра. Так, тут подостыло немножко, мне же нужно добавить, я хотел еще. Давайте вот так сделаем. Все подгоревшее скидываем. Эта отжидчика подгорела. Класс! Значит, сок весь сюда для вкуса. Смотрите, почти что все готово. Во-первых, это выглядит потрясающе, пахнет вообще. чисто ресторанное блюдо. Чеснок мы свежий в соусе пробили, потом, когда этим кремом заправили, сейчас вот это все чесночный вкус, он начинает становиться таким ароматным, классным, не свежим, и таким печеным. значит, сюда остается добавить сыр. Потому что в ризотто всегда добавляют сыр. Прям ложку с горкой. Это творожный сыр с зеленью. Только не говорите мне, что опять я добавляю что-то, что нельзя нигде найти. Творожных, видов творожного сыра, которые намазывают все на хлеб, их миллион. Любой берете и используете. Курица готова, да, вот за это время мы уже сделали. Творожный сыр прекрасно расходится, делает наше овощное ризотто совершенно таким приближенным к итальянскому. Сейчас, конечно, если у кого запрещеночка есть, туда, пожалуйста, тираните и пармезанчику. Пекорино Романо что-нибудь такое настоящее. Если нет, значит, вот используем сырок, как я. Сливочно-сырная масса с ароматом дымка с гриля, с ароматом трав и чеснока. Вот есть простейшее блюдо из трех ингредиентов, которое порей, кабачок, перец, базилик, петрушка, сливки, сыр и что здесь еще? Соли не хватает, е-мое, забыл. Все, соли. Кремовое сочное сливочное ризотто, хоть из овощей, но это реально крутая тема. Теперь нужно взять ноги, снять с них мясо, добавить вот сюда. с кожей, с кожей добавляйте. Все, что отделяется, все туда. Горячая зараза. Этот потрясающий острый вкус, который нам дает аджика, все это смешивается вместе с травами и сливочным сыром, превращаясь в произведение гастрономического искусства. Теперь все это стеблями петрушки посыпаем для хруста и для свежего восприятия вкуса. Листьями и травой украшать не буду, а буду пробовать так. Ну, это полноценное ресторанное блюдо. Оно совершенно иное на вкус, нежели если ты это делаешь в геленджике на костре. Но здесь оно больше такое пригламуренное в рамках дома. И даже от аджики острота идет небольшая. Достойный рецепт для лета. Когда сезон овощей. Идея понятна. Используйте все, что есть под рукой. Все печеное, все такое на зубок. Мясо любое можно. У меня на ужине, когда делал такое ризотто, я тушил баранину и тушеную баранину, мягкую, такую развалившую от кости, так отделял, клал. Было вкусно. Но я тогда делал без трав и чистые кабачки. В варианте с травами конечно хочется чего-нибудь такого пряного, яркого. Можно из свинины шашлычок снять с мангала. Шашлычок накидать гарнит для шашлыка. Можно это все выложить в большую тарелку на дно как соус. Сюда выложить люля-кебаб, шашлык из баранины, шашлык из свинины, из птицы. Положить кусками прогретую на огне лепешку. Потом человек берет себе несколько этого лепешки зачерпывает вот это вот овощное сливочное чудо. Все в тарелочку. Я вас уверяю, кто-нибудь на вечеринке сделайте такой, ребят, кто любит готовить. Ваши молодые коллеги, друзья и там девушки знакомые будут все в шоке. Я вам обещаю. Все, пока.